Давайте посмотрим, сколько у вас присоединилось. Подождем буквально минутку, пока остальные к нам с вами присоединятся. И начнем наш с вами урок. Ну, вроде бы, уже более-менее у вас собралось. Давайте начнем. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о количестве теплоты, выделяющемся при сгорании топлива. И будем сегодня на данную тему решать с вами задачки. Сегодня у вас будет ждать задание в Я-классе до пятницы. Пожалуйста, не забудьте его сделать, хорошо? На решение задач по данной тематике на несколько дней. Итак, мы с вами сегодня будем приобретать навыки решения задач на нахождение количества теплоты при сгорании топлива. Ну, и будем решать, кроме этого, еще задачки смешанного типа. То есть на нагревание и на энергию сгорания топлива. Итак, теперь, пожалуйста, мне напишите, какие виды топлива вы знаете. Хорошо, еще варианты. Прекрасно. Практически все назвали. Правильно. Нефть, газ, уголь. Что у нас еще с вами может гореть? Древесина. Правильно. Молодцы. Ну, они же дрова. Хорошо. Умнички. А какой процесс у нас с вами лежит в основе процесса горения? Давайте вспомним прошлый урок. С точки зрения химии. Какой процесс у нас с вами лежит в основе процесса горения? Не просто окислительно-восстановительный. Хорошо. А какая физическая величина у нас с вами учитывается при процессе горения? Мы сами ее прямо называли. Нет, не температура. Она уже включена туда. Температура. Нет. Джоли – это размерность. Еще раз. Какая физическая величина учитывается при процессе горения? Масса горения. Физическая величина, а не процесс. Еще отдельно у нас с вами есть прям величина. Мы ее как-то сами называем. Единица измерения. Правильно. Джоуль деленная на килограмм. Но как называется данная физическая величина? Масса у нас с вами измеряется в килограммах, а не в джоулях на килограмм. Другая физическая величина у нас с вами еще есть. Ку маленькая. Ну, это четвертый вопрос. Удельная теплота чего? Удельная теплота чего? Как это называется полностью? Сгорание чего? У нас же что-то конкретное горит с вами. Кто-нибудь мне полное название данной физической величины напишет или нет? Или вы параграф дома не читали? Наконец-то я увидела правильный ответ. Удельная теплота сгорания топлива. Как она у нас с вами обозначается? Как она обозначается? Пока я правильного ответа тоже не увидела. Правильно. Ку маленькая. Хорошо. В чем измеряется данная величина? Вот. Уже сообразили. Правильно. Джоули на килограмм. По какой формуле мы с вами можем найти количество теплоты при сгорании топлива? По какой формуле мы можем найти количество теплоты при сгорании топлива? Правильно. Итак. Правильная формула. Ку равно Ку умножить на М. То есть для расчета количества теплоты нам с вами необходимо запомнить Ку большое равно Ку маленькое умноженное на массу. Где Ку большое это наше с вами количество теплоты при сгорании топлива. Ку маленькое это удельная теплота сгорания топлива. И М маленькое это масса топлива. Теперь мы с вами переходим непосредственно к решению задач. Напоминаю оформлении наших с вами задач. Обязательно необходимо писать дано, что необходимо найти. Если у нас величины не в системе Си, мы их переводим в систему Си. А затем уже с вами непосредственно записываем решение. Итак. Читаем нашу первую задачу. Сколько энергии выделится при сгорании 30 килограмм каменного угля? Нам с вами известна масса. Мы соответственно с вами сразу в дано записываем массу. М равно 30 килограмм. Затем нам говорится, какое же вещество мы с вами сожгли. Каменный уголь. По таблице в учебнике мы с вами находим наше маленькое Ку. 2,7 на 10 в седьмой джоулей на килограмм. То есть все наши постоянные величины мы с вами также записываем в дано. То есть величины именно относительно конкретного материала. То есть плотность, количество теплоты, удельную теплоемкость, удельную теплоту сгорания топлива мы с вами записываем в дано всегда. Отделяем наше дано от решения и от того, что нам с вами необходимо найти двумя чертами. Нижняя черта и перпендикулярная ей другая черта. Необходимо нам с вами найти количество теплоты. Нам сказано, сколько энергии. Так как у нас с вами наше количество теплоты и является данной энергией, мы сразу записываем, что это Ку. Многие подумают, а мы слышим слово энергия, значит нам необходимо написать Е. В данном случае при нагревании, сгорании, плавлении, кристаллизации и так далее у нас с вами энергия это и есть наше с вами Ку. То есть задача не обязательно может говориться, какое количество теплоты мы с вами потратим. Могут просто написать, сколько энергии. И уже под этим выражением подразумевать наше с вами Ку большое. Затем мы с вами записываем решение. Записываем основную формулу, по которой мы с вами будем решать. Ку равно Ку маленькая на n. У нас с вами все известно. Соответственно, мы можем просто подставить. Получается 2,7 на 10 седьмой джоули на килограмм умножить на 30 килограмм. Не забываем с вами ни в коем случае писать свои размерности полностью в решении. Записали. Получили мы с вами 810 миллионов джоулей. Так у нас с вами миллион. Это у нас с вами приставка мили. Ой, мега, прошу прощения. Мега. Кило это 3 нолика. Мега 6 ноликов. Соответственно, мы с вами можем избавиться от этих 6 нолей и дописать приставочку мега. То есть, чтобы нам с вами нагреть, точнее, выделиться при сгорании каменного угля, у нас с вами выделится 810 мега джоулей. С этой задачей у нас с вами все понятно или есть какие-то вопросы? Прекрасно. Переходим туда с вами к следующей. Обратная наша с вами задачка. Нам с вами необходимо определить массу сгоревшего древесного угля, если при его сгорании выделится 5,1 на 10,8 джоуля энергии. Итак, то есть, нам с вами уже известно большое Q, равное 5,1 на 10,8 джоулей. Так как нам уже сказано, из какого же вещества дано нам сгоревшее топливо, то мы с вами берем Q маленькое древесного угля. Оно у нас с вами будет равно 3,4 на 10,7 джоулей на килограмм. Необходимо определить массу. Отделяем наше дано от найти и решения. Записываем вначале основную формулу Q, равное Q маленькое на m. И отсюда мы с вами уже можем выразить необходимую для нас с вами величину. Если вдруг вы не помните или не умеете, как же выражать нам из нашей необходимой формулы нашу искомую величину, мы можем с вами это сделать по правилу пропорции. То есть по правилу пропорции наша с вами маленькая Q отправляется в знаменатель. Правильно? То есть вот сюда вниз. И будет у нас с вами деление. Поэтому мы с вами получаем формулу. m маленькое равно Q большое делить на Q маленькое. У нас с вами все величины известны? Все величины известны. Подставляем и считаем нашу с вами массу. Подставили. Ни в коем случае не перепутали. Не путаем. Что Q большое у нас с вами сверху, Q маленькое снизу. Сразу видно, если вдруг вы перепутаете, у вас масса получится случайно единица, деленная на килограмм. Такой размерности у нас с вами у нас не может быть. Поэтому сразу вы сможете увидеть свою ошибку. Поэтому никогда не забывайте размерности ваших физических величин. 10 седьмой, 10 восьмой мы с вами можем сократить. Останется у нас с вами здесь 10. И получается, что мы с вами будем делить 510 на 3,4. Получаем 15 килограмм. И записываем наш с вами ответ. Да, действительно, правильно. Если вдруг у нас с вами необходимо будет определить, какое же вещество у нас с вами сгорает, то чтобы нам с вами найти нашу Q, нам надо будет Q большое разделить на M. Итак, по данной задаче вопросы есть или нет? Нет. Пока все понятно. Надеюсь, в домашнем задании тоже проблем не возникнет. Хорошо, третья задачка. Какова, вот как раз, на формулу, которую у меня вы сейчас спрашивали. Какова будет удельная теплота сгорания торфа, если при сгорании 15 килограмм выделится 2,1 на 10 восьмой джоулей? Тоже обратная наша с вами задачка. Почему данные задачи называются обратными? Потому что мы с вами... Прямая задача, то есть это та задача, где мы просто подставили, написали данную, записали нашу формулу, подставили, посчитали. Здесь же нам с вами необходимо сделать хотя бы минимум одно преобразование. То есть мы из основной формулы выражаем другую величину. Поэтому и получается, что данная задача у нас с вами будет называться обратной. То есть мы немножко обратный алгоритм делаем. Итак, записываем наше данное. Масса равна 15 килограмм. Ку большое равно 2,1 на 10 восьмой джоулей. И необходимо найти ку маленькое. Основная формула ку равно ку малое на м. И из нее выражаем по правилу пропорции, чему же будет равно ку маленькое. Оно у нас с вами будет равно отношению количества теплоты к его массе. То есть ку большое деленное на м. Все величины у нас сами известны. Можем спокойно поделить их. Итак, 2,1 на 10 восьмой джоулей делим на 15 килограммов. Получаем 1,4 на 10 седьмой джоулей на килограмм. И сразу по размерностям видно, что мы с вами все правильно подставили и посчитали. Что иногда, да даже не иногда, а часто бывают такие ситуации, что многие путают местами там, где нужно необходимую величину подставить. И потом у них получается неправильный ответ. То есть это легко очень скорректировать за счет размерности ваших. Но мега мы здесь с вами не подставляем, потому что у нас действительно в табличных значениях сразу применяется 1,4 на 10 в седьмой степени. Или, к примеру, 14 на 10 в шестой степени. То есть пока вы здесь, приставочки мы с вами не берем, именно для более большого удобства, чтобы мы с вами могли очень легко ориентироваться по таблице. Потому что все равно придется это переводиться в систему C. В системе C у нас с вами приставок уже практически никаких нету, кроме приставки в килограмм для килограмма. Итак, следующая задачка. Чуть-чуть посложнее, буквально на одну формулу, которую мы с вами применяли в прошлом году для нахождения массы. Итак, вопрос. Сколько теплоты выделится при полном сгорании сухих березовых дров объемом 5 метров кубических? Записываю объем 5 метров кубических. Плотность сухих березовых дров 700 килограмм на метр кубический. И удельная теплота сгорания топлива 13 на 10 шестой джоулей на килограмм. То есть Q большое по вопросам опять-таки у нас. И мы с вами идем по порядку. То есть мы с вами делаем вывод для нашей формулы. То, о чем я вам говорила в прошлом году. То есть мы не посчитали, подставили, посчитали, подставили. А сразу записали все формулы, соединили их. И потом мы с вами подставляем все наши числа, которые нам с вами известны. Для чего это делать? Чтобы вы меньше допустили алгебраических ошибок. Более точно будет даже арифметических ошибок. Чтобы начинать путаться где-то не так округлили, где-то в большую, где-то в меньшую. И у вас немножко будет отличаться ответ. Поэтому идеальным решением будет вначале полностью вывод всех формул, до конечной формулы. А затем уже вы подставляете в эту формулу все величины, которые вам известны. Итак, давайте с вами как раз разберем данное решение. Итак, у нас с вами известно, что количество теплоты равно масса на удельную теплоту сгорания топлива. У нас с вами неизвестна масса. Но у нас с вами есть объем и плотность. Соответственно, мы можем с вами записать, что масса равна произведению объема на плотность. И подставляем вместо массы нашу формулу, наше количество теплоты. И получаем еще одну красивую формулу, что Q равно ρ умножить на V и умножить на Q. Теперь у нас с вами все физические величины известны. И мы можем с вами очень легко найти наше количество теплоты. Подставляем 700 кг на метр кубический умноженное на 5 метров кубических умножить на 13 на 10 шестой джоулей килограмм. И получаем с вами величину равную 45500 на 10 шестой джоулей или 45500 мега джоулей. Ну и записываем ответ. Здесь у меня он немножко не поместился. То есть мы с вами всегда вначале делаем вывод до итоговой формулы, где у нас с вами все будет известно, и потом уже в нее подставляем. Здесь вопросов нету. Все формулы известны и знакомы или нет? Напишите, пожалуйста, все понятно или нет. Если нет, то я еще раз объясню данную задачу. В целом понятно. Хорошо. Переходим тогда. ρ – это плотность. ρ – это плотность. Хорошо. Тогда переходим с вами к следующей задачке. Такие задачки мы тоже с вами будем решать. Итак, какое количество теплоты выделится при полном сгорании пороха 25 грамм, торфа массой 0,5 тонны, каменного угля массой 1,5 тонны? Итак, записываем для каждого у нас с вами его массу, его уделенную теплоту сгорания топлива. То есть, нам с вами необходимо будет найти три разных количества теплоты. То есть, потому что у нас с вами идет перечисление пороха столько-то, сгорело торфа столько-то и каменного угля столько-то. Каждого по отдельности, не перепутайте. Так, у нас с вами идет три разных вещества. Соответственно, у нас с вами появляется индексация. К примеру, порох у нас с вами будет с индексом 1. То есть, его масса равна 25 грамм. Сразу переводим в систему Си, получаем 0,025 килограмм. Ну и, соответственно, уделенная теплота сгорания топлива будет 3,8 на 10,6 джоулей на килограмм. То же самое мы с вами проделываем с торфом и каменным углем. При этом у нас нет ни одной, в данном случае, массы вещества, которая была бы в системе Си. Поэтому мы их сами сразу переводим. 0,5 тонны – это будет 500 килограммов. И 1,5 тонны – это 1500 килограммов. Решение очень простое. Записали формулу для первого, что у нас с вами Q1 равно M1 на Q1 равно, посчитали. Q2 равно и так далее. Q3 равно и так далее. Можно с вами делать еще такой вариант решения, что мы с вами сразу записали, что Q равно M умножить на Q. Все. Общий вид ее записали. И сразу подставляем ее. То есть, записываем Q1 равно, подставили наши числа, посчитали. Q2 равно, подставили числа, посчитали. Q3 – подставили, посчитали. То есть, чтобы не писать каждый раз, вот с каждым индексом нашу формулу, допускается такой вариант, что мы с вами записали одну общую, которую мы с вами будем применять, и уже в нее сразу подставляем. Первое, второе, третье, что нам с вами необходимо найти. Обратите внимание, что в каждом решении у нас с вами ставятся единицы измерения. То есть, то, о чем мы с вами говорили в прошлом году. Здесь понятно или нет? Вроде бы все понятно. Хорошо. Следующая задачка. Ну, в принципе, она аналогичная, но так как, видите, довольно-таки много вычислений, я давно опустила здесь. Потому что, в принципе, это и так понятно, что оно у нас с вами всегда должно присутствовать. Итак, сколько теплоты выделится при полном сгорании керосина, спирта, бензина, нефти? То есть, четыре физические величины. Формула у нас с вами, как видите, везде общая. Итак, нам для начала надо будет с вами перевести литры в метры кубические. Помним, как мы с вами это делали? То есть, мы данное число умножали на одну тысячную. То есть, или 10 в минус третьей. В первом и во втором случае у нас с вами вот они, наши объемы, уже готовы переведенные. Во втором случае, вот смотрите, 25 умножить на 10 в минус третьей степени. То есть, это у нас с вами и идет наша одна тысячная. Одна тысячная равна 10 в минус третьей. Ну, здесь сразу перевели, перенесли просто запятую на три знака вперед. Сразу получили 0,25 метра кубических. Для каждого сразу мы с вами подставили нашу плотность. То есть, здесь, видите, сразу преобразовали. То есть, вообще, по-хорошему, мы с вами должны отдельно сказать, что Q равно QM, M равно ρV. И уже подставляем, получаем, что Q равно ρVQ. Но здесь, видите, данное решение, как бы мы с вами расписываем все полностью для каждого вещества. Так, нам с вами отдельно говорится, что при полном сгорании керосина, таким-то объемом, спирта, бензина и нефти. Здесь понятно или нет? Понятно. Давайте с вами еще одну интересную задачку разберем. У нас с вами как раз еще есть 4 минутки. Итак, здесь прям внимательно смотрите. Нам говорится, что смешали бензин объемом 1,5 литра и спирт объемом 0,5 литра. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании этого топлива? Вычисления вам кажутся такими страшными. Вы всегда вначале считаете числа, потом степени. Итак, то есть у нас с вами получилась смесь. То есть нам надо с вами найти в общем, какое же количество теплоты получилось при полном сгорании данного топлива. Итак, записываем наше дано, сразу переводим в систему Си. 1,5 литра, это у нас с вами 1,5 на 10 минус 3. Наше с вами количество теплоты для бензина и наша с вами плотность для нашего с вами бензина. То же самое мы с вами делаем со спиртом. 0,5 умножить на 10 минус 3. Для сгорания этого уделяем теплота, сгорание топлива для спирта 27 на 10,6. Ну и плотность 800 килограмм на метр кубический. То есть найти в общем наши с вами количество теплоты. Итак, вспоминаем, что масса нашего, ну что бензина и спирта мы с вами можем найти как произведение плотности на объем. Так как нам с вами необходимо найти общую теплоту сгорания этой нашей с вами интересной смеси, мы с вами что должны сделать? Мы должны сложить их. То есть удельную теплоту бензина и удельную, ой, прошу прощения, количество теплоты бензина и количество теплоты спирта. Мы их складываем. Вот наше с вами сложение. Наша формула для того и для другого будет равна m1 q1, m2 q2. Сразу сюда мы их можем с вами подставить, записать. Так, масса у нас с вами неизвестная, но мы с вами выше расписали, чему они равны. Сразу мы их можем подставить красиво. Ну и, соответственно, потом уже делаем наши вычисления. То есть подставили первое произведение, подставили второе произведение. Кажутся действительно страшными такие вычисления. Смотрите, я думаю, вы уже проходили сложение и разницу степеней. То есть здесь ничего нету сложного. Вы вначале считаете ваши прекрасные числа, которые без степеней находятся. Потом переходите непосредственно к самим степеням. То есть 10 минус 3 умножить на 10 минус 6 у нас с вами получится 10 в третий. То есть наша с вами тысяча. Здесь то же самое. При перемножении мы с вами получаем большие числа. Чтобы нам с вами было удобно складывать, мы можем сразу избавиться от лишних нулей и записать в виде мегаджоулей. И получаем прекраснейший же ответ. 57,79 мегаджоулей. Если вам тяжело вот в таком виде решать, вы можете изначально записать, что q равно q1 плюс q2. Потом отдельно найти q1. Затем отдельно найти q2. И подставить первоначальную формулу. То есть такое решение тоже допускается. То есть не обязательно вот в таком виде. Это идеальное решение. Потому что мы с вами записали полностью все формулы. и сразу видно, что куда мы с вами должны подставить. И будет меньше путаницы. Можно и второй вид решения. Когда мы с вами разбиваем на две части наши решения. То есть записали вот эту формулу. Записали, что q1 равно там ρ1, v1, q1. Подставили, посчитали. Потом таким же образом записали q2. Подставили, посчитали. И отдельно мы с вами пишем, что q равно и наши полученные числа, равные данному выражению. Понятно здесь или нет? Вроде бы пока задачки идут нетрудные. Чисел не стоит бояться. Так у нас с вами все калькуляторы идут довольно-таки удобно. Поэтому старайтесь числа со степенями, особенно вот эти наши десятки страшные, как вы считаете, их откидывать. Делать одно общее произведение. А потом уже отдельно разбирайтесь со степенями и добавляйте эти степени к вашему основному вычислению. Это на самом деле наиболее простой и наиболее легкий способ, чтобы вы не запутались в данном количестве нулей. Как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Хорошо? Итак, напоминаю, у нас с вами вас будет ждать задание в Я-классе. Все, выполняйте до пятницы. Хорошо? И ни в коем случае не выходите в ближайшие дни лишний раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!